Дорогой 11А! Дорогие воинтехники! Я пришла к вам с известием. Забыла сообщить, что месяц назад пришел приказ Министерства образования. Сейчас я вам его зачитаю. На основании приказа Министерства образования от 1 апреля 2019 года департамент издал приказ полицея номер 111 23 мая провести всероссийские проверочные работы в 11 классах по ИЗО, физкультуре, технологии и музыке. Всем образовательным учреждениям необходимо обеспечить условия для проведения экзамена. Ожидается, что на проверочной будут представители департамента образования по Кемеровской области. Как вы понимаете, 23 мая это сегодня, поэтому времени на подготовку нет. Лена Александровна уже подписала этот приказ и я здесь для того, чтобы проинформировать вас о том, что сдавать все предметы не обязательно. Достаточно сдать хотя бы один предмет. Также мы с Леной Александровной прекрасно понимаем, что добровольцев на сдачу экзаменов не будет, поэтому определить, кому какой предмет останется, будет жеребьевка. Всем все понятно? Да! Отлично, тогда вытягивайтесь. Ну что, все довольны? Мы недовольны. Что такое? Почему нам досталась сдача ФР по технологии для мальчиков? А у нас для девочек. Ну, поэтому... О! О, мне звонят. Ребята, это срано. У меня нет времени совсем разбираться. Мы ничего уже менять не будем. Постарайтесь каждого своего предмета. Они же простые. Не опозорьте нас. Ух, хорошо, что нам досталась физкультура. Самое простое. Да, так что нам нужно сделать? Да, всего-то забросить мяч трехочкового госпиталь на кольцо. Проще некуда. А ты сможешь? Ну, если честно, нет. Может, лучше ты? Давай попробуем. Дорогие представители департамента образования по Киевской области. Пожалуйста, давайте посмотрим, как проходит ВПР по физкультуре. Как-то долго? Давайте я сперва вам покажу наш уникальный спортзал. Обратите внимание на нашу замечательную палочку. Ну, что-то ошибка. Ну, просто как-нибудь. Ну, вообще-то, кольцо с другой стороны. Так, Диана, нам нужно починить этот стул. Думаю, это не так сложно. Вам нужно починить стул? Тогда почему нам надо сегодня прицепить? Ну, у нас тоже не сложно. Видимо, нужно эту стулку просто как-то прицепить. Ну, как? У нас даже нет инструментов. Мне кажется, нужно вот эту штуку вставить сюда. Помоги мне. Дёша, я думаю, нам тоже пора начинать. Сюда в любую минуту можно глянуть комиссия. Ты знаешь, как солить? Конечно, знаю. Мама про меня тысячу раз солила и говорила, что соль надо добавлять, а в вкус? А что делать, если у меня ужасный вкус? Я разбираюсь только в информатике. Блин, я тоже. Давай уж как-нибудь посолим. Как говорится, соли много не бывает. Я, как понимаю, можно оценивать. Не зачёт. Оставим нас с вашим человеком. Что будем делать? Да, закончил футемаз с отличием. Была там у нас одна интересная практика? Так, нам понадобятся краски, бумага и фонарь. Слава, ты будешь держать фонарь. Ты будешь стоять. А я, как великий художник, буду творить. Слава, держи фонарь, а мне. Денис, не вертись. Ну всё, наше произведение готово. Так, так, что тут у нас? О, боже! Это очень абстрактненько. Надеюсь, с цифрами у вас получше. Дорогая комиссия, у нас произошла некая накладочка. Учитель по музыке заболел, поэтому вместо него буду я, директриса. В исполнении одиннадцатого класса, дважды два, четыре. Тихо, тихо, потише. Ужас. Тихо, 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 тихо. Замолчи. Вы слышите? И я нет. Идеально. Так, дорогой одиннадцатый, подойдите все ко мне, пожалуйста. Вы не сдали ни одну проверочку. Комиссия поставила незачеты абсолютно всем. Вы ничего не можете. Зачем вы вообще пошли в десятый класс? Вы позор нашего лицея. Минуточку. Что это здесь происходит? Разве это сто одиннадцатый лицей? Разве Марина Владимировна могла когда-нибудь такое сказать? Ну, конечно же, нет. Марина Владимировна ни за что не забыла бы сообщить ученикам ее школы о таком важном приказе. Ведь и ни за что не позволила бы подобной комиссии поставить кому-нибудь незачет необъективно. Ведь мы ее дети. Проучившись в центре одиннадцать лет, я с гордостью могу сказать, что Марина Владимировна лучший директор. Спасибо вам за это. Также мы бы хотели сказать вам благодарность администрации. Галина Павловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Спасибо вам за ваш труд и за диетки и уроки, когда вы замечали на Моевский театру. Они отличаются в особой атмосфере, наполненной цитатами и вашими личными осуждениями. Это было поучителю интересно. Спасибо вам. Наталья Степановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Пусть нам не удалось провести с вами много времени, но ваша улыбка навсегда останется в наших сердцах. Спасибо за ваш труд. Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе. Благодарим вас за вашу подготовку... ...за помощь в подготовке и последнему звонку. Спасибо. Однако, больше всего времени мы пройдем с Александром Сергеевичем, нашим заместителем директора по безопасности и учителем ОБЖ по совместительству. Мы благодарим его за хорошее отношение к его ученикам, за отличные уроки. Елена, спасибо от нас от Бареи.